19 ноября 1939 года Нарком обороны СССР Ворошилов утвердил разработанные в АПТУ РКК требования на легкий разведывательный бронеавтомобиль с башни от танка Т-40 на базе полноприводного шасси ГАЗ-62. Разработку новой машины поручили только созданному ВОКПК ГАЗа. Несмотря на отсутствие опыта подобных работ, удалось справиться с заданием довольно оперативно. 15 февраля 1940 года ГАЗ закончил изготовление макеты легкого бронеавтомобиля ГАЗ ЛБ-62, ЛБ, расшифровывается как Лавренти Берия. В целом проект нового броневого автомобиля получил одобрение макетной комиссии по рассмотрению проекта ЛБ-62. И 4 мая 1940 года появилось постановление Комитета обороны КАО СССР номер 191СС, согласно которому к 1 ноября Горьковский автомобильный завод должен был изготовить и сдать на полигонные испытания два образца ЛБ-62. Изготовление броневых корпусов поручили ВЫК СУНСКОМУ ЗАВОДУ ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДРО, БАШНИ ТАНКОВ Т-40 ПОСТАВЛЯЛ ЗАВОД ИМЕНЕЕ ОРДЖЕНИКИДЗИВ ПОДОЛЬСКИЙ. В ожидании получения броневых корпусов, на газе в августе 1940 года изготовили макетный образец ЛБ-62 с железным корпусом, так говорилось в документах, из обычной стали. Эта машина, не имеющая башни и догруженная до боевой массы стальными болванками, использовалась в качестве испытательного стенда для отработки узлов и деталей нового броневика. Выполнить в срок постановления КАО не удалось. Башни с завода ОРДЖЕНИКИДЗИ прибыли в сентябре, корпуса удалось получить только в начале ноября. Окончательная сдача двух опытных образцов брони автомобиля ЛБ-62 была произведена только в 20-х числах января нового, 1941 года. Между собой машины, номер 713 и номер 714, отличались только колесами. На первой стояли односкатные с импортными шинами Граунд Гриб, на второй задние колеса были двухскатные, с шинами Шур Гриб, также импортными. Броневой корпус ЛБ-62 сваривался из плоских броневых листов толщиной 6-13 мм, установленных под углами 25-42 к вертикали, что обеспечивало защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 мм со всех дистанций. Для посадки экипажа из трех человек служили две двери в бортах. Вооружение машины включало 12,7 мм пулемет ДШК и 7,62 мм ДТ. В башне танка Т-41ДТ в лобовом листе корпуса справа от водителя, боекомплект состоял из 3150 патронов к ДТ и 500 к ДШК. Бронеавтомобиль оснащался радиостанцией 71ТК-3 со штыревой антенной на левом борту. В качестве силовой установки использовался двигатель ГАЗ-202, вариант автомобильного двигателя ГАЗ-11 с алюминиевой головкой блока цилиндров и усиленными системой охлаждения и масла радиатором, мощностью 85 лошадей, обеспечивавшей машине боевой массой 5,15 тонн. Максимальную скорость по шоссе до 80 км в час. Запас хода составлял 500 км по шоссе и до 350 км по проселочной дороге. 29 января 1941 года приказом НКНО и НКСМ номер 029 была утверждена программа проведения полигонных испытаний опытных образцов ЛБ-62 в районе Горького. Испытания начались 5 февраля, и к 10 марта пробег брониавтомобилей составил 3920 км у машины номер 713 и 3610 км, у номер 714. Затем начались весенние испытания пробегом по асфальтовому шоссею проселочным дорогам, и к 12 мая ЛБ-62 прошли 10 320 км, машина номер 713 и 10080 км, машина номер 714. За это время у броневиков произошли следующие поломки, номер 713, два случая поломки передней рессоры, лопнул кронштейн картера рулевого управления. Кроме того, на этом броневике сменили двигатель из-за трещины в планетарной коробке. У машины номер 714 сломалась передняя рессора, лопнул кронштейн картера руля и сломался зуб коронной шестерни заднего моста. В целом результаты испытаний настолько впечатлили военных, что практически немедленно НКНО поднял перед НКСМ, в состав последнего входил Горьковский автомобильный завод, вопрос о немедленной подготовке серийного производства ЛБ-30. Такой армейский индекс должен был получить ЛБ-62, из дачи 100 машин к концу 1941 года. В то же время, НКСМ не утвердил отчет комиссии по испытаниям и дал указание заводу прекратить дальнейшие работы по бронеавтомобилю. Газ был перегружен авиационными заказами и не имел возможности заняться подготовкой к производству новых автомобилей. Вплоть до начала Великой Отечественной войны вопрос о выпуске ЛБ-62 так и не был решен, хотя к этому времени бронеавтомобили прошли более 12 тысяч километров, из них 900 километров на гусматиках, при этом оставаясь в хорошем состоянии и пригодным для дальнейшей эксплуатации. Приказом по заводу от 16 октября 1941 года оба бронеавтомобиля ЛБ-62 после подготовки поступили на оснащение объектовой команды ПВО завода. Так ЛБ-62 и остался в виде опытных образцов, однако опыт по работе на этом бронеавтомобилем не пропал даром. В начале 1942 года на газе вернулись к теме полноприводных бронемашин, начав новый проект, ставший впоследствии известным как БАД.